В окружении Ода и Лайсочка, так спокойненько, стоит, не дергается. Да, интересная разминка сейчас выходит на лёд, хорошая. Все участники вызывают интерес живейший. Хочется поскорее посмотреть некоторые программы. Ну а пока ознакомьтесь с положением дел. Самуэль впереди, далее три китайских спортсмена. Отстаёт лучший из них Джин Линь Гуань на 6 баллов от контесте. Ну и дальше с небольшими отставаниями друг от друга идут ещё два китайца. Канадит Рейнольдс, кто бы мог подумать, что он так опустится низко. И Армин Махбанузаде, последний в этом списке. Ну вот новая разминка. Новые люди. Денис Тен. Ученик Водорезовый и Тарасовый. Четвёртое место чемпионата мира среди юниоров прошлого года. Спортсмена из Казахстана. Причём не так, как вот Пашкевич выступал за Азербайджан, а по-настоящему из Казахстана парень. Что по-честному. Даже не так, как контесте за Италию. В прошлом году на финале Гран-при стал пятым Денис Тен. Что касается Стивена Керриера, то он, став чемпионом мира среди юниоров три года назад, пока не снискал славы и успеха на взрослых чемпионатах, был бронзовым призёром чемпионата Америки. Но это скорее эпизод. На Бунари Ода уже выступал в этом сезоне трофей Рик Бомпар и обыграл там Сергея Воронова и всех остальных. Воронова вообще там не досталось хорошего местечка. Из-за произвольной программы в основном. Хотя и оценка за компоненты была такой неинтересной по сравнению с тем, что ставят на Бунари Ода. Такой неинтересной. Ну и Яник Понсеро и Иван Лайсочек. Француз Понсеро, американец Лайсочек. В этом году ученик Фрэнка Кэрролла... Сколько же учеников здесь у Фрэнка Кэрролла на этом турнире? Ставил программу вместе с Лори Никол. Китайские телевизионщики всё-таки удивительные ребята. В тот момент, когда Лайсочек делает прыжок, они переключаются куда-то на общий план. Глаза разбегаются. И кататься Лайсочек будет в этом году под Стравинского и Римского Корсакова. Коротко и в произвольной, соответственно. То есть... Нравится ему кататься под русскую музыку. Нравится, и чего ты с этим не поделаешь. Сергей Воронов. Двукратный чемпион России. По идее, на протяжении последних двух лет претендовал на звание лидера в сборной. Таковым должен был являться. При выезде на международные старты не так удачно выступал. Имеется в виду чемпионат мира в основном. Четвёртое место на чемпионате Европы – это было очень хорошо. Тринадцатое место на чемпионате мира – это, конечно же, совсем не то, о чём думается и мечтается. Ну а теперь место лидера сборной, видимо, уже занято. И даже для того, чтобы попасть в команду вторым номером, а на Олимпийских играх, я так понимаю, у нас будет два места, нужно будет пройти серьёзную конкуренцию. Многим кажется, что оценки за компоненты Воронова какие-то недостаточные. Так хорошо, чётко, хотя и сдержанно на французском этапе он катался в короткой программе и получил какие-то смешные баллы. Он сделал чистейший четверной и тройной в одном каскаде, но занял в итоге позицию по баллам, аналогичную с Брайаном Жубером, который всё посрывал. Ничего не имею против Жубера. Имею против Набунариода, который и вовсе не замахивался ни на какие четверные в своей короткой программе. Но, тем не менее, намного Воронова обгонял. Или даже тот же Яник Понсеро обгонял Воронова, хотя никакого из ряда вон выходящего катания не показал. Компонентов. Надо как-то бороться. Как-то надо сражаться с этой ситуацией.